Завтра краевые депутаты будут корректировать бюджет. Вкратце дела такие. Дохода все меньше, а расхода все больше. Четвертый мост, краевые дороги, перун Краснояртовая аэропорта – это пункты со знаком минус в бюджете. А еще фельдшерско-акушерские пункты по всему краю и соцподдержка семей, в том числе на улучшение жилищных условий. На все это денег пойдет меньше, чем планировалось, причем на десятки миллионов. А что хотели? Режим жесткой экономии. Но краевые депутаты уверяют – большие стройки не остановятся, кусок хлеба у людей тоже не отнимут. Это корректировка не урезания бюджета, а рачительное использование каждого рубля. Это связано с тем, что в начале года закладывали, что у нас будет такое-то количество социально незащищенных людей, которые будут получать субсидию. Их оказалось меньше, потому что в начале года ориентируется на то, чтобы хватило всем, пусть с излишком. Потом этот излишек убирается. Кто точно пострадает, так это чиновники. Их ИО губернатора Виктор Толоконский объявил под сокращение на 15%. На днях должны появиться списки кандидатов на увольнение. Оставшихся лишат индексации зарплаты. При такой экономии более чем странно выглядят те, кому наоборот власти подкинут денег. Например, спорт. 125 миллионов рублей из дефицитного бюджета уйдет в футбольный Енисей, который закончил нынешний сезон на 13 месте из 19 возможных. 43 миллиона получит хоккейный «Сокол», вылетевший в первом раунде плей-офф. Депутат Егор Васильев защищает эти траты. Команды получат меньше, чем в прошлом году. Они нашли, по его словам, спонсоров, но соскочить с бюджетной иглы пока не получается. Еще более странным выглядят расходы на СМИ. Причем вопросов больше к тому, как эти выделенные деньги тратятся. Вот, например, дом журналиста получает 32 миллиона плюсом на пресс-тур. Блогер Василий Дамов рассказывает, что он понял после прошлого такого тура. Там все-таки было очень много того, что называется «улубок». Ну или там, или более привычный термин «потенкинская деревня». О том, что вот вы знаете, а поехали, мы посмотрим, значит, вот тут у нас социалочка хорошая, тут у нас школу прикольную открыли, тут у нас, значит, какое-то народное творчество. Безусловно, все это должно быть. Но мне кажется, нужно все-таки реальной жизни больше показывать. Еще более странным смотрится выделение средств краевому каналу Енисея. В бюджете 2014 на государственное ТВ и радио заложено 180 миллионов рублей. И вот теперь Енисей получит еще 15 миллионов рублей, из которых более полутора на производство программы в честь юбилея края. Странным кажется, что сотрудники регионального ТВ это будут делать не за зарплаты, а за дополнительные миллионы. И не факт, что руководство Енисея региона не передаст этот заказ другой фирме. Сегодня не берут предположить, будут ли завтра споры вокруг такой корректировки, ведь дефицит при таком раскладе вырастет на 10 миллиардов. Но и в парламенте, и в правительстве очень рассчитывают на кредиты из федерального бюджета, благоприятную ситуацию на рынке и в конце концов на универсиаду.